Дорогие телезрители, я напоминаю, телефон прямого эфира 516767. У вас еще есть возможность задать вопрос гостю. Оксана, вот как правильно лечить насморк? Вот мы заговорили о насморке. Может промывание какие-то сейчас? Промывание, если человек сам в состоянии, то есть если он может делать промывание, то, конечно, промывание это самый эффективный способ лечения насморка. А что такого особенного в промывании? Не все умеют, не все владеют этой техникой, скажем так. То есть надо промывать так, чтобы выделялись все эти выделения, все смы, вот они выходили через носовые пути. Никак не заглатывать это все, потому что это все может привести к тому, что осложнения какие-то будут или инфекция пойдет ниже. Дальше при насморке рекомендуют согревать ноги, держать ноги в тепле. Это или теплые носки, или горчицу рекомендуют наносить. Вот. Капли в нос, любые сосудосуживающие, в принципе, в первые три дня. Если насморк за три дня не проходит, это первый признак того, что надо обратиться к врачу. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я зовут Лариса. Очень приятно. Ваш вопрос. Я хотела спросить, а вот биологически активные добавки вообще помогают при простудных заболеваниях? При гриппе, например, или еще при каких-нибудь? Спасибо большое. Биологически активные добавки – это все очень индивидуально. То есть если кому-то оно может помочь, то не факт, что соседу вашему, эта же биологическая добавка, она поможет. То есть кому-то она может поднять иммунитет, на кого-то она может просто никак не подействовать. Поэтому все биологические добавки, в принципе, стоят денег. Я считаю, что это мнение каждого человека, который, в принципе, сам может оценить, нужно ему это, не нужно, или стоит просто обратиться к врачу, получить какие-то препараты, которые будут уже лечить заболевания. А врач может назначить биологические добавки? Врач может рекомендовать. Назначить биологические добавки он, в принципе, не должен. А рекомендовать для лечения, для укрепления иммунитета, в принципе, это возможно. Потому что существует много различных биологических добавок, которые действуют не только на иммунитет. Местные какие-то вот добавки. У нас еще один звонок есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Очень приятного вопроса. А я хотел бы узнать, а как пользоваться морской солью, закапать нос? Можно вообще это или нет? Морская соль. Так, морская соль это очень хорошо, но сейчас есть готовые растворы морской соли. То есть им можно использовать в качестве спрея, есть капельки морской соли. Они с разными названиями, поэтому в аптеке можете это все узнавать. Самим готовить, но я бы не советовала, потому что кристаллики можете не до конца растворить, чтобы слизистая не повредить, поэтому лучше брать готовый раствор в аптеках. А возвращаясь к тому, что нужно поддерживать иммунитет на должном уровне. Одно из средств это закаливание. Как правильно закаливаться начать? Ну вот уже в возрасте, предположим, среднем, ну не с детства. Ни в коем случае при закаливании нельзя резко менять температурный режим воды, предположим, если это в домашних условиях. И не надо целиком окунаться в холодную ванну. То есть вы сделаете этим только хуже. Начинать надо, как правило, только со стоп с постепенным снижением температуры. И, соответственно, потом эту температуру постепенно наращивать. И сначала теплую воду ноги опускать, и потом постепенно все холоднее и холоднее, и не больше получаса, чтобы тоже, соответственно, не вызвать развитие каких-то вирусных проблем потом с сниженным иммунитетом. У нас еще один звонок есть. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Это с ним же развонят. Очень приятно. А как вас зовут? Алло. Я говорю, что я вернусь. Алло. Мы слушаем вас. Внучка уже... У внучки уже второй месяц температура 37,1, 37,2. Поступное заболевание или нет? А какие-то сопутствующие признаки есть? Алло. Сопутствующие признаки какие-то есть? Ну, может быть, насморк или кашель? Вялость. Вялость. Если в течение двух месяцев держится температура 37,1, 37,2, это обязательно нужно обратиться к врачу, потому что все вирусные заболевания, они, как правило, не осложненные, заканчиваются в течение 70 дней. Если они держатся больше двух месяцев, это говорит о том, что что-то в организме не так. И надо обратиться к врачу, чтобы у вас нашли причину этой температуры. У нас еще один звонок сразу же. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это Елена Дмитриевна из города Печоры. Приятно. Ваш вопрос. Вот у меня такой вопрос. Вот когда насморк даже у взрослых людей и у детей, можно ли одевать сырые носочки, и на них шерстяные, и говорят, можно даже в них ходить? Ходить где? По дому ходить, так правильно я понимаю? Да, по дому ходить, просто сырые носочки, и прямо на них одевать шерстяные, и пусть, говорит, ребенок так ходит, вот пока носочки не высохнут. Такой вот интересный способ. Это, наверное, к народной медицине возвращается. Это, наверное, да, к народной медицине, но, честно говоря, я такого не знаю, как бы ответить как-то достоверно это или нет, я не могу. Потому что сырые носки, не дай бог холодный пол, сделайте только хуже для ребенка. И ждать, пока они высохнут, но у ребенка же температура не 40, чтобы они высыхали быстро. Поэтому в сырых носках я бы не рекомендовала, тем более, ребенку ходить. Вот если простуду не лечить, она пройдет сама по себе? Если иммунитет у человека хороший, то, в принципе, за 7 дней иммунитет должен справиться. Если же нет, это может привести к более серьезным заболеваниям, таких как бронхит, трахит и так далее, вплоть до пневмонии, что будет требовать уже более серьезного лечения, чем простой УРЗ. А вот в каких ситуациях применяют антибиотики? Антибиотики применяют только при бактериальных инфекциях. Но, я думаю, решение вопроса о назначении антибиотиков должен все-таки делать врач. То есть очень часто бывают ситуации, что он какое-то время болеет, он знает, бежит в аптеку, дайте мне, пожалуйста, вылечиться, и вот дайте мне вот такие-то, я про них слышала, как вообще поступать? Да не надо так поступать, потому что при частом употреблении антибиотиков, как правило, возникает устойчивость микроорганизмов к этим препаратам. И потом, не дай бог, если вы попадаете в стационар с более какими-то тяжелыми формами, доктору, и вам будет сложнее подобрать... ...вашего выздоровления. Еще один признак простуды. ...влажный, сухой и влажный. В зависимости от того, сухой или влажный кашель, назначаются препараты от кашля. То есть для сухого кашля рекомендуют препараты, которые подавляют кашлевой центр, убирают этот кашель. Для влажного она откашливалась. Сейчас очень много этих препаратов, поэтому... ...нас врачом. И индивидуально смотреть. Кто-то любит травы, сейчас всяких препаратов. Кто-то любит какие-то... ...поэтому, я думаю, стоит переговорить с доктором, а доктор уже конкретно на ваш случай подберет эти препараты. И вот совсем мало времени осталось. Два-три совета для укрепления иммунитета. Заколевать термины, не переохлаждаться и вести здоровый образ жизни. И, в принципе, все, я думаю, будет у вас хорошо. Спасибо большое, Оксана. ОРЗ и ОРВИ. О том, как не простудиться. На вопросы отвечала терапевт Оксана Андронова. Следующий случай из практики вы увидите в понедельник, 29 марта, в 16.00 на телеканале Юрген. Сергей Габанов ответит на вопросы о правовых взаимоотношениях с ГИБДД. А сегодня я прощаюсь с вами. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова